Сегодня будем планировать блок Симтек 755 с помощью карпрок. Для чего сделано клонирование? Ножки все отгнили. Хорошо, что в разъеме, который не используется для питания. Сейчас мы сосчитаем епром и перельем его в новый блок. Подключаемся вот по такой схеме. Разъем B у нас вот. И запускаем карпрок. Опель Кан. Нас интересует 7.5. Так, включаем зажигание. Вот отработал главный уровень. И читаем епром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, епром прочитан. Наш вин, пин и пробег. И моточасы. Значит, нам нужно что сделать? Нам нужно сохранить это все. Заходим в memory dump Вот он нам тут сохранил. И сохраняем его на рабочий стол. Напишем old ECU. Старый. Вот он. Все. Теперь нам нужно подключить новый блок и записать старый dump в новый блок. Так, подключили новый ECU. Отключаем зажигание. И читаем новый. Пока. 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 Пог revolution. так вот pin win это уже с нового блока также открываем memory dump сохраняем только пишем view так что нам теперь нужно нам теперь нужно открыть вот мы его открыли зайти в базовая функция и записать и пром записать старые фруму новый блок и перепривязывать на машине ничего не нужно просто ставим и заводим запоминаем пин-код на новом блоке 3017 сейчас зальется и промы мы посмотрим каким он стал уже в новом блоке и Продолжение следует... Так, здесь все записалось. Выключаем блок. Главное реле отключается с задержкой. Сейчас оно отключится. Вот, главное реле отключилось. Теперь включаем. И проверяем, что у нас там есть. Пин у нас был в новом блоке 3017. Сейчас он должен поменяться. Вместе с вином, пробегом и моточасами. Продолжение следует... Вот. Из старого блока E-Prom здесь. 9837, как в старом блоке. Пробег, моточасы и вин. Теперь можно ставить на автомобиль новый блок. И спокойно заводить без всякой привязки. Продолжение следует... Круто-на-круто. Круто-на нестабильный, но... Круто-на-круто. Продолжение следует...